Выучить на зубок все правила, не сплоховать на практическом задании и уложиться в срок при пересдаче. Таковы новые реалии получения водительского удостоверения. С 1 апреля изменится требование для кандидатов на получение прав. Теперь, чтобы сдать экзамен на знание ПДД и получить удостоверение водителя, нужно предоставить СНИЛС. Также с 1 апреля текущего года допускается за дублирующими органами управления транспортного средства представитель автошколы или инструктор автошколы. То есть также штрафные баллы с 5 переходят до 7. То есть если не будет грубых ошибок. То есть опять же за непристегнутый ремень будет штрафоваться не 5 штрафных баллов, а 4. И остальные. Если допущены грубые ошибки, они будут расстояниться как грубые ошибки. В силу вступит еще целый ряд нововведений. Например, сдавать экзамен не разрешат людям, лишенным водительских прав за пьяное вождение. Те же ограничения почувствуют на себе уклонисты, которые проигнорировали повестки в военкомат. И те, кто отказался проходить медицинское освидетельствование на алкоголь и наркотики. А еще по новым правилам после трех проваленных попыток будет увеличен срок пересдачи экзамена. Теперь четвертую пересдачу отодвинут на срок от 6 до 9 месяцев. И при замене водительских удостоверений иностранным гражданам, получившие гражданство Российской Федерации. Упрощенный порядок для замены иностранного водительского удостоверения будет действовать с 1 апреля 2024 года по 1 апреля 2025 года. Кстати, это нововведение не затронет водителей с белорусскими правами. Менять их не придется. Нелегко придется и ученикам так называемых серых школ. Это те, что существуют только на бумаге. Так вот, таких курсантов к сдаче экзамена на водительское удостоверение не допустят. Наталья Тюрина, НашНовости.